Здравствуйте, микрофон на Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Как вы считаете, уход президента Моралеса в Боливии это результат стихийной однородной революции 8495-134-27-35? Это результат происков Соединенных Штатов Америки 8495-134-27-36? И, наконец, вариант третий. Это результат слабости самого Моралеса, который за 15 лет так и не сумел взять под контроль собственный государственный аппарат 8495-134-27-37. Еще раз повторяю. 134-21-35 – это народное возмущение, 134-21-36 – это провести США, 134-21-37 – это слабость Моралеса. Ну вот сейчас мы посмотрим, что люди скажут, а я со своей стороны постараюсь высказать свою позицию по этому поводу. Я хочу напомнить, что недели две или три назад я рассказывал о специфике латиноамериканских стран. Так что там очень специфическая социальная модель, что это именно та социальная модель, к которой нас вели Гайдар и Чубайс, что эта модель до конца не получилась, но частично получилась. В частности, олигархическую обслугу мы создали удивительно успешную. То есть это люди, которые действительно получают денег сильно больше, чем любые в других странах на тех же должностях, но работать категорически не умеют и не будут. Почему эта тема представляется крайне важной? А потому что она составная часть тех процессов, которые происходят в мире. Мы видим, что происходит в Чили, мы видим, что происходит в других странах. На самом деле то же самое происходит и в Восточной Европе, и в Западной Европе, потому что желтые жилеты — это примерно то же самое. И не хочу сказать про Гонконг, потому что в Гонконге американские уши-то торчат просто вот уже так, что просто даже смешно. А самое главное, люди, которые там бузят, это не те люди, которые умирают от голода. То есть это уж точно не народная революция, это скорее оранжевая революция. Так вот, тема эта представляется мне крайне важной, и мы ее сегодня обсудим. Я останавливаю голосование. Получили мы такую картинку, что 59%, ну там 60% считают, что это американская спецоперация. 17% считают, что это народная революция. А 24% считают, что Моралес — идиот. Но то, что Моралес — идиот, это, в общем, абсолютно очевидно, потому что идиот не в смысле интеллектуальном, а в смысле как государственный деятель. Потому что четко совершенно видно, что он не определился, да, ни нашим, ни вашим. Если он строил модель, ну условно социалистическую, хотя даже Чавес не строил социалистическую модель, то в этом случае зачем он по требованию МВФ повышал цену? А если он строил более сложную конструкцию, то в этом случае что же он тогда не смог удержать власть? Я, кстати, привожу пример с Никарагуа, где Сандинистский фронт, я помню, как я учился в школе, мы все защищали его, как он дрался, 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 пришел к власти, а потом неожиданно в результате демократических выборов власть потерял. Но люди, которые находились там наверху, они, в общем, стали небедными за это время. И по этой причине я все-таки вынужден в который раз повторить. Любые диктатуры Латинской Америки, что левые, что правые, они на самом деле предназначены для одной единственной цели. Для сохранения социальной стабильности в условии снижения иностранных инвестиций американских, а и, соответственно, необходимости обеспечить хоть какой-то минимальный мир. То есть вот это вот нужно понимать. Мне тут пишут, американцы однажды обыскивали его самолет. Ну, как бы, все мы понимаем, что в большей части центрально-американских стран имеют место процессы работы с наркотиками. Мы все знаем, что эти процессы не могут не происходить без взаимодействия со спецслужбами Соединенных Штатов Америки, поскольку крышуют это все центральное разведывательное управление. По этой причине я тут по этому поводу молчу. Значит, продолжаем. А и Чавес, и Моралес, и все остальные – это проекты проамериканские с целью сохранения вот этой вот компрадорской модели экономики, при которой страна реально не развивается. Именно потому, что президент Чили Альенда в начале 70-х годов попытался вывести эту страну из этой модели и пришел Пиночек. Все его либеральные реформы были сделаны с одной единственной целью. Чтобы, с одной стороны, погрузить в тотальную нищету тот средний класс, который образовался в Чили за время предыдущих президентов, а с другой стороны – воссоздать олигархов. Я напоминаю, в любой стране, в которой проводились либеральные реформы, кончалось это появлением сверхбогатых олигархов. И в этом смысле Чубайс сколько угодно может кричать, что он имел в виду не это. Результат мы видим. И в любой стране, где бы ни проводились либеральные реформы, их целью является появление богатых олигархов. Кто-то скажет, а как же Восточная Европа? А вот тут я отвечу. Целью реформ Восточной Европы было не допустить, чтобы вот эти вот сверхбогатые олигархи были в самой этой стране. То есть все попытки сделать сверхбогатых чехов, поляков, словаков, болгар, румын, заканчивались тем, ну как бы в Чехии, по-моему, и в Польше по одному осталось. Но сверхбогатые там оказались в Западной Европе и в США. То есть, иными словами, на те деньги, которые могли бы стать олигархией местная, оказалась олигархия западная. То есть их ограбили еще сильнее. Ну, в некотором смысле. А вот на Украине, в России, в Латинской Америке, в Чили, там как раз именно так. То есть либеральные реформы привели к появлению местных сверхбогатых людей. Почему? Потому что это соответствует модели компрадорского капитала. Потому что это те самые люди, которые на свои деньги должны содержать инфраструктуру, обеспечивающую социальную стабильность. Не хотят Соединенные Штаты Америки, и тем более Брюссель, финансировать тайную полицию, соответственно, батальоны смерти и прочие разные добрые структуры. Так вот, вот это принципиально важная вещь. Моралес был, безусловно, левым диктатором. Ну, на самом деле, формально, он не был диктатором. Ну, с учетом специфики латиноамериканских стран. Там всегда очень велика доля, ровно в силу социального устройства, обслуги, спецслужб, армии и так далее. Поэтому, с точки зрения такой вот, ну, как бы западноевропейской, немножко такой рафинированной позиции, там была почти что диктатура. Ну, и кроме того, легитимность Моралеса там в третьего-четвертого срока тоже вызывали определенные вопросы, хотя и относительные. Но, соответственно, то, что он исполнял задачу сохранения вот этой вот системы, это точно. Из-за чего конфликт возник. Дело в том, что до появления Юго-Восточной Азии, как источника дешевой рабочей силы, Латинская Америка исполняла роль этой самой Юго-Восточной Азии для Соединенных Штатов Америки. И поэтому США инвестировали. А если у вас есть инвестиционный поток, из него можно поддерживать уровень жизни населения на некотором минимальном уровне, благодаря которому оно не бунтует. А если у вас поток инвестиций закончился, то вам нужно что? Грабить своих олигархов, заставлять их часть денег, которые они изначально выводили, вкладывать в свою страну. Для этого нужны либо диктатуры правые, либо диктатуры левые, в зависимости от того, кто бузит сильнее. Если сильнее бузит обслуга, то тогда нужна диктатура правая. А если сильнее бузит народ, то тогда правая, его надо зажимать. А если сильнее бузит обслуга, то тогда левая. Для того, чтобы у этого самой обслуги отобрать немножко денег в пользу народа. Именно этим и занимался Моралис. Ну а дальше выяснилось, что в условиях всеобщего экономического кризиса не получается поддерживать уровень жизни населения. Нигде не получается. Нигде не получается. И это создает очень большие проблемы. Вот здесь я сделаю небольшое отступление. Значит, 23 ноября в городе Санкт-Петербурге состоится традиционный мой семинар. Информация есть в интернете. А в котором мы будем обсуждать вопросы безопасности. Вот что показывает опыт последних лет? Что постоянное снижение уровня жизни населения, да, статистика делает вид, что этого снижения нету во всех странах мира, но жизнь показывает, что оно есть. Так вот, снижение жизненного уровня населения ведет к резкому увеличению опасности деструктивных событий в любой стране, к разрушению социальной стабильности. Формы это принимают совершенно разные. Например, в Соединенных Штатах Америки это приводит к резкому усилению противодействия между демократами и республиканцами, ну или между либеральными методами управления и консервативными методами управления. В Латинской Америке это ведет к бунту. К чему это приведет в России, будем обсуждать. Вот как раз 23 ноября. Но в общем и целом это следствие экономических процессов. Абсолютно объективных. И с 12 по 18, нет, с 8 по 14, 6 дней, с 8 по 14 декабря на Тенерифе очередной наш семинар, на котором мы как раз будем обсуждать, что можно сделать для того, чтобы обеспечить социальную стабильность, причем не только в рамках государства, но и в рамках корпоративной политики вот в этих вот экономических условиях. Фактически речь идет о том, что мы должны понять, как нужно обеспечивать инвестиционные процессы, процессы развития с учетом тех кризисных процессов, которые описаны в книге «Воспоминания о будущем». Это объективная вещь. Вот Моралес и, соответственно, и президент Чили, они столкнулись ровно вот с этой вот проблемой, что они не поняли, что надо придумывать новую модель ввода денег в экономику, потому что старое больше не работает. И в результате, ну, как бы, чилийский президент еще не подал в отставку, но там еще как бы непонятно, чем все закончится. Но это вот абсолютно объективная ситуация. Ее надо решать не только на уровне государства, но и на уровне корпоративных. Потому что в противном случае вы столкнетесь с тем, что вы не сможете обеспечить самовоспроизводство своего бизнеса. И вот об этом мы как раз и будем обсуждать. Вот это мы и будем обсуждать с 8 по 14 число на Тенерифе. Причем я специально и абсолютно целенаправленно, пока как бы мы, как я как бы буду настаивать на том, чтобы это было именно дискуссионные заседания. То есть чтобы все высказывались. Потому что, как бы, моналог это, конечно, хорошо, но это нужно обязательно делать. Кстати, вот мне тут пишут. Ваша новая книга на первом месте в хит-парате продаж. Поздравляю. А можно мне прислать ссылочку? Вот этот самый хит-парат продаж. Потому что я просто не знаю, где это можно найти. Единственное, что я знаю, что 4 тысячи экземпляров первого тиража были проданы за полторы недели. Допечатали первый тираж 1200 экземпляров и его продали за 3 дня. Сейчас вот через несколько дней подойдет второй тираж, а там уже и третий. Ну, потому что это просто уже невозможно. Количество запросов очень велико. То есть мы пока обгоняем даже лестницу в небо. Хотя в лестницу в небо за 3 года продано 50 тысяч экземпляров. Что совершенно феноменально для современной жизни и российской, и не только российской. Так вот, возвращаясь. А ключевая проблема современной жизни состоит в том, что та модель, в рамках которой происходило воспроизводство экономики и тем самым воспроизводство социальной структуры населения и социальной стабильности, она больше не работает. А в книжке «Воспоминания о будущем» есть специальная глава, в которой мы написали математическую модель, в которой мы объяснили, как именно происходит вот этот вот механизм разрушения. Мы там написали, грубо говоря, я эту модель сейчас опишу очень коротко, что если предположить, что у нас есть очень такая вот патриархальная, архаическая, экономическая модель, то в ней с точности до колебаний внутри года экономический рост можно описать как некоторую прямую, которая медленно идет вверх. Эта экономика растет с каждым годом условно 2-3-4%. Солнышко светит, травка растет, на полях что-то вырастает, экономика медленно растет. Если вы начинаете эту экономику стимулировать кредитованиями, у вас накладываются циклы на эту экономику. То есть цикличность появляется с кредитом. Сначала ускорение, потому что вы дали денег, потом замедление относительно средних темпов, потому что вы начинаете собирать проценты. Поскольку в среднем проценты больше, чем кредит, то по этой причине средние темпы роста при введении кредита падают. но зато они увеличивают уровень разделения труда. Так вот, а дальше начинается самое интересное. Если вы в тот момент, когда у вас после пика цикла и он начинает идти вниз, вы начинаете увеличивать объем кредитования с тем, чтобы спада не было, то после этого то после этого у вас рост продолжается. Но после нескольких таких циклов объем кредита становится настолько велик по сравнению с объемом экономики, что экономика перестает реагировать на управляющие сигналы. Вот это ровно то, что произошло сегодня. То есть у вас сегодня эмиссия доллара, которая раньше шла на поддержку экономики частично, а частично на поддержку вот этих финансовых пирамид, сегодня целиком идет на поддержание финансовых пирамид, чтобы они не рухнули. И в результате у вас позитивного эффекта от дополнительной эмиссии уже не образуется. Более того, в силу того, что люди, работающие в финансовом секторе, хотят жить красиво и каждый год лучше, то они очень много денег выводят в реальный сектор, занимаясь премиальным потреблением. В результате растут цены. То есть начинается инфляция. И в результате экономика начинает падать. Вот это та ситуация, с которой мы сегодня столкнулись. беда состоит в том, что у вас под эту модель за много десятилетий подстроена вся система управления. И люди, которые работают в системе управления, выучены под эту модель. Я не говорю сейчас про наших, которые вообще ни о чем не думают, у них только одна мысль. Как бы, значит, если я получил должность, надо максимально вытащить денег, которые можно вытащить в рамках этой модели и при этом не сесть. Вот как бы две мысли. Но в реальности это всюду. Это общелиберальная модель. Ни за что не отвечать. Вот есть инструкции. В инструкциях написано, я должен делать так, делать так, делать так. Я не отвечаю за результат. Ни за что. Бессмысленно обращаться к врачу и говорить ему, а что это вы меня не лечите? Врач говорит, извините, у меня процедура. Вот на вас три с половиной минуты. За эти три с половиной минуты я могу сделать вот это, сделать вот это, сделать вот это. Для того, чтобы вас лечить, я должен с вами разговаривать как минимум двадцать-двадцать пять минут. У меня их нету. И поэтому не приставайте ко мне с вашими глупостями. Вот мне тут пишут «Хит-парад Эхо Москвы книжное казино». Я говорю, ссылочку пришлите. Вот. А тут еще вопрос. Куда пришить знания из ваших книг и семинаров, в чем их практическое применение народу? Вот для этого и надо ходить на семинары. В книге не может быть практического применения. Это невозможно. Книга пишется для всех. Практическое применение всегда индивидуально. Если вы приходите на семинар, на котором не сто пятьдесят человек, а двенадцать-пятнадцать, то в этом случае можно выбить практическое применение. Именно поэтому я и зову всех на Тенериф. Меня спрашивают, а почему вы соответственно устраиваете такие длинные семинары, да еще и за пределами России? Я отвечаю. Потому что мой опыт показывает, что если человек ходит на семинар параллельно со своей работой, ну то есть он, грубо говоря, он приходит либо с работы, либо после семинара уходит на работу, то он не в состоянии нормально работать, потому что у него все время звонит телефон, потому что он в любую секунду может куда-то убежать, потому что срочно-срочно-срочно. А когда он сидит на Тенерифе, он знает точно. Звони, не звони, никакого, то есть он как бы как-то с погружением, да, знаете, вот есть такие способы обучения иностранным языкам с погружением. Вот замечательно мне пишут. Уважаемый ведущий, мне вот интересно, вы для кого это рассказываете? Без слушателей сидите и беседуйте. Кто все эти люди, которые сидят и слушают ваши беседы? Это просто нахальство и неуважение, мне кажется, по отношению к слушателям. Не стыдно совсем. Я прошу прощения, вы определитесь, да, и крестик снимите, или трусы наденьте. Или я рассказываю без слушателей, или это неуважение к слушателям. Поскольку у меня тут написано, сколько звонков поступило, то я знаю, какое у меня как минимум количество слушателей. А с учетом того, что есть некоторый средний процент, сколько из слушателей звонит, то я могу делать некоторые экстраполяции. Ну и кроме того, через там минут пять мне начнут звонить по телефону. Так что неубедительно, дорогой товарищ СЛД. Вот. Тут написано, плюс лишние отсеиваются, летят платежеспособные. Я прошу прощения. Если мы обсуждаем конкретные ситуации, связанные там с бизнесом, то не может быть неплатежеспособных. Потому что для человека, который занимается бизнесом, те суммы, которые идут на вот на такого рода семинары, они незначительны. Ну вот, ну не надо, да. А если у человека нету на это денег, то это означает, что он выживает. И действительно, тогда ему мои советы может быть нужны, но хватит того, что я пишу в книжках. Перерыв на новости. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Ну поехали, что у нас? Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Святослав. У меня такой вот, собственно, вопрос. Вот тут 7 ноября, значит, и вот доверенные лица Путина, там Чубайс, Леонтьев, там Куликов, в общем, говорят, что это была катастрофа, все были большевики, дураки, только вот Куликов, Чубайс, значит, Леонтьев, такие мудрые, великие. И в свою очередь, вот здесь вот Путин-то установил право радикальную диктатуру, которую, собственно, ведущий постоянно воспевает вместе с Прохановым. Я не понял, это Путин установил диктатуру? Вы хотите сказать, что у нас сегодня диктатура? Знаете, вам самому-то не смешно? Извините. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Михаил Сергеевич. У меня вопрос относительно безопасности. Да. Будьте ли вы на семинаре обсуждать фактическое состояние нацбезопасности по разделам согласно введенной в действие стратегии? Ведь состояние там катастрофистское из девяти направлений реализовано только одно направление там по обороне, а все остальное просто катастрофа. Есть такое дело, действительно, ситуация в этом смысле очень хреновая, потому что фактически собственно я про это тоже хотел сегодня рассказать, но уже было понятно, что мы не впишемся о проблемах глубинного государства. Вот если мы посмотрим на ситуацию Путина и на ситуацию Трампа, она очень похожая. Дело в том, что и в Соединенных Штатах Америки и в России существуют властные группировки, которые ориентированы на внешние по отношению к государству силы и чьи цели и задачи не имеют никакого отношения к интересам государства. И это реальная проблема, то есть либеральные группировки в Россию, они там зарабатывают деньги, что-то делают, решают какие-то задачи, но эти задачи не имеют никакого отношения к интересам государства, тем самым подрывая его безопасность. Абсолютно аналогичная ситуация в Соединенных Штатах Америки. Федеральная резервная система, хотя она называется США, но она находится под частным контролем, и люди, которые ее контролируют, это не есть патриоты Соединенных Штатов Америки. Это люди, которые заинтересованы в сохранении своей власти как контролеров мировой финансовой системы. Это реальная проблема, это стоит обсуждать. Но как бы теоретически можно соответственно посмотреть, если вы зайдете в интернет, там на Фейсбуке, ВКонтакте, еще где-то есть перечень вопросов, которые мы там будем поднимать. Теоретически, если вы туда придете на семинар, там можно и вопросы задавать, поэтому приходите, будем обсуждать. Мне тут пишут, да просто съездить на Тенерифе, это уже огромная сумма, кто поедет, то вообще не такая уж и огромная. Да, разумеется, студент на свои собственные доходы, если он не занимается бизнесом, скорее всего съездить не сможет. Но вообще говоря, я никаких проблем для человека, который, еще раз повторяю, занимается этими вопросами всерьез, я проблем не вижу. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло, доброе утро. Это Ирина говорит. Скажите, пожалуйста, вот некто Станислав Белковский совсем недавно, на прошлой неделе, по-моему, утверждал, что Владимир Владимирович устал и в 20-м году уйдет в отставку. Вот насколько это вообще реально может быть? Вы знаете, я немножко знаю Стаса Белковского, рассматривать его слова как источник информации, это, ну, скажем так, чревато. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Михаил, спасибо вам за передачу. Скажите, пожалуйста, вот за первые три пятилетки в Советском Союзе было построено 3-4 новые города, 9 тысяч, ну, промышленные предприятия крупные в том числе. Вот, Советская экономика стала крупнейшим в Европе и второй в мире. Ну, знаете, как 3-4 пятилетки демократии, так сказать, 35 тысяч предприятий фактически уничтожен, там, 300 тысяч деревень, так сказать, ну, то есть, скажите, Греф сказал о бесполезности нашей экономики, он что-нибудь в виду? Ну, еще раз, Греф представитель той самой компрадорской элитной группировки, у которой вообще нету цели развивать Россию. У нее другие цели и задачи. Оставить контроль за мировой финансовой системой долларовой, за теми банками, которые сегодня ее контролируют. Ну, не надо путать. Нету Грефа задачи обеспечивать там стабильность, безопасность и процветание нашей Родины. Ну, просто нет у него такой задачи. Вот. Вот тут мне пишут, у вас семинар для богатых избранных. Нет. Нет. Просто у каждого как бы человека имеются свои темы, которые ему важны. Для студентов мы будем теперь, когда у Авроры отремонтировали офис, будем делать бесплатные семинары, лекции, на которые будем пускать по студенческим билетам. Бесплатные. А для тех, кто, соответственно, всерьез интересуется структурой экономики и развитием, для кого это не пустой звук, для них мы предлагаем поехать на Тенерифе. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Добрый день. Да. Павел Москва. Да, здравствуйте. В последнее время замечают, что наши либералы очень активно начали проявлять себя и по телевизору, и везде. Как вы считаете, с чем это связано? Это предсмертные конвульсии или это наоборот новый виток их развития? Но дело в том, что у них же под ногами земля горит. Модель-то либеральная, в рамках которой они росли, она разрушается? Это же их модель. Вот они нервничают. Ну и что делать? Куда деваться-то? Вот мне тут пишут, а бегать к Соловьеву не чревато? Значит, я вам сообщаю, что есть разные люди и есть разные амплуа. Вот есть амплуа провокаторов, то есть людей, которые целенаправленно провоцируют. А есть люди, которые занимаются обсуждением тем, но в рамках некоторой идеологической направленности. В этом смысле скажем, Белковский или Соловей провокатор. То есть они целенаправленно дурят людей, к которым они обращаются. А Соловьев описывает мир с точки зрения некоторой идеологической картины. Вообще, говоря, людей, у которых бы не было в голове идеологии, не существует. Другое дело, что иногда она типовая, иногда несколько более сложная. Но я, например, в некотором смысле человек более консервативный, чем Соловьев по некоторым направлениям. Если говорить о тех известных публичных людях, с которыми у меня практически полное совпадение мнений, то это, скорее всего, Дмитрий Пучков, который гоблин. С ним у меня абсолютно одинаковые мироощущения. Грубо говоря, нам нравятся одни вещи и не нравятся другие. Но это вовсе не значит, что у меня не могут быть там с другими людьми какие-то точки соприкосновения. Но людей, у которых нет вообще в голове никакой идеологической картины, их просто нет. Не существует. И уж точно я могу вас уверить, что Соловьев куда более приличный человек, чем Познер. Тут даже вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Да. Здравствуйте, я хотел бы задать вам вопрос по поводу того, что вот есть у нас международные организации, которые, казалось бы, должны решать все те вопросы, о которых вы говорите. Заранее подумать, там есть умные люди, как и у них платят хорошие зарплаты. Почему вот как-то не рассматривается этот вопрос, что именно они должны это решать, они должны это делать. Вы что имеете? Пробегать решение. Ну, к примеру, у ООН есть план устойчивого развития, по-моему, 20 целей устойчивого развития на много лет. И вот они как будто бы то ли не учитывают то, о чем вы говорите, экономический кризис и так далее, то ли у них не хватает ресурсов. Ситуация в другом. Дело в том, что весь современный политико-экономический дискурс, он либеральный. Поэтому все их планы, они написаны либеральным языком. И даже если у них в целях написано что-то, что должно противодействует либеральным некоторым процессам, то в этом случае они в лучшем случае не мешают. А в худшем они их поддерживают только косвенно. Кроме того, поймите, что в рамках либеральной модели любой чиновник, у него нету никакой цели и задачи, кроме освоения средств. Но они осваивают средства. А получение результата не есть цель. Но мы все знаем, что все структуры ООНовские, которые поддерживают бедность, на самом деле приводят к одному единственному эффекту, что все, кто в этом участвует, становится много денег на счетах. И появляются опять-таки олигархи. Любые либеральности, любые либеральные реформы всегда ведут к одному и тому же. К увеличению личных доходов тех, кто в них участвует, и появлению олигархов. Вот. Мне очень нравится, да? Соловьев, ваш близкий друг, вы прям как не разлей вода, он вам платит. Нет, не платит. Более того, я не могу сказать, что мы большие друзья, поскольку за пределами его передач мы с ним не встречаемся. А познера не трогайте, не имеете права и вообще немедленно прекратите обсуждать людей, когда их рядом нет. Это некрасиво. Познер ведь про вас не говорит гадости, но во-первых, для чего вы это делаете, а я это делаю для того, чтобы объяснять, кто есть ху. Вот мое глубокое убеждение состоит в том, что если вы не хотите, чтобы про вас что-то говорили, не лезьте в публичное поле. А если вы вылезли в публичное поле, то будьте любезны, быть готовы к тому, что вас будут обсуждать, в том числе, что вы делаете, как и для чего. Вот я могу сказать совершенно четко, что за все время своей работы на госслужбе я никаких привилегий, кроме заработной платы, не получал. Я даже ни разу не съездил в зарубежную командировку за казенный счет. И поэтому я имею полное право вести себя абсолютно независимо. А люди, которые, скажем, получили на госслужбы дачи на рублевке, квартиры и т.д. и т.п. не имеют права ругать власть. Люди, которые находятся на зарплате, не имеют права ругать власть. А я имею. Так что вот так вот. Да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, вот, хотел вопрос задать. Я слушаю вас. Вы слушаете? Я хотел спросить. как вас зовут? Извините, Андрей, город Ставрополь. Да. Михаил Владимирович, я хотел спросить вас по поводу Латинской Америки. Вы говорили, что оттуда начались все волнения в мире. А вообще можете сказать, что будет вообще с Латинской Америкой после того, как она разделится на валютные зоны? Это вопрос. Латинская Америка, скорее всего, не разделится. Она либо войдет в американскую валютную зону, либо создаст свою. Но вообще говоря, что будет дальше, это вопрос очень сложный. У нас за это, вот в рамках той группы, которой мы вместе работаем, за это отвечает Андрей Школьников и, соответственно, Сергей Переслегин, с которым мы вместе будем выступать на семинаре 23 ноября. Андрей Школьников там будет тоже, он не будет выступать, но будет присутствовать и теоретически можно его поймать и задать ему вопросы. Но он может и выступить, может быть, там минут пять, если нужно что-то будет разъяснить. Вот, вот это вот принципиальная совершенно вещь, что у нас нету, вот я не являюсь специалистом по всему на свете. То, в чем я разбираюсь, я говорю, есть две базовые темы, в которых я разбираюсь. Это макроэкономика и это государственное управление. Вот тут я разбираюсь. Вот, все остальное, там, скажем, долгосрочное прогнозирование или тем более футурология, это не ко мне. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Добрый день. Да. Алло. Не получается. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Что-то у нас сегодня какие-то проблемы. Алло. Михаил. Да. Добрый день. Это Виктор Михайлович из Домодедова. Да, слушаю вас. Вот, по моему мнению, вы один из немногих экономистов, которые правильно воспринимают современную действительность. Как вам кажется, Путин в курсе вашего мнения? Конечно, напрямую вряд ли это где-то публикуется, но вот по косвенным признакам, как вам кажется, он в курсе и какова его реакция? Вы знаете, вы задаете мне вопрос, на который я ответить не могу. У меня имеется ощущение, что он, по крайней мере, понимает, что у нас в стране имеются альтернативные экономические школы. Может ли он говорить вслух о том, что они есть, и он их слушает? Ну, понимаете, атаки на глазе единственного человека, который был в окружении Путина из этих самых альтернативных школ, показывает, что это чревато. То есть, стоит только намекнуть, что его можно куда-то назначить, как немедленно начинается очень жесткая атака. Либералы очень ревностно относятся к своей монополии на право описывать экономическую политику государства и вообще экономическую ситуацию. Поэтому к этому надо относиться очень серьезно. Тут мне пишут, я не получал привилегий кроме зарплаты от государства. Те, кто сидят на зарплате от государства не имеют права ругать государство. Великолепно вы совершенно блистательно. Вы бы хоть по крайней мере слушали, что я говорю. Я ушел с госслужбы больше 20 лет назад. А те, кто получает зарплату от государства ругать его не имеют права. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Да. Виктор Михайлович из Москвы. Слушаю вас. Михаил, скажите, пожалуйста, вот какова роль так называемых орд творческой интеллигенции в кавычках творческой, которая с утра до вечера занимается оболваниванием нашего народа, бодловизацией его. И это идет по прайм-тайм, и главные союзники либералов, и враги народа, это они. Я знаю. Но проблема состоит в том, что это довольно специфическая часть населения. Она же была такая же и при советской власти. Это очень специфический феномен. То есть, получать деньги от государства и при этом одновременно держать фигу в кармане. На эту тему много можно чего говорить. Я напомню, что в нашей стране справился с этой напастью только в начале 50-х годов Иосиф Виссарионович Сталин. И я на эту тему много разговаривал с ныне покойным Гейдаром Джамалем. Дело в том, что его дедушка был одним из тех людей, которому Сталин поручил заниматься патриотизацией нашего культурного сообщества. И что я могу сказать? Это реальная проблема. У нас есть колоссальное количество людей, которые, получая деньги от государства, от Министерства культуры и еще чего-то, продолжают поливать это государство дерьмом. Я склонен считать, что государство должно к таким людям относиться крайне жестко. И любое антигосударственное высказывание, даже осуществленное в частной форме, должно вести к тому, что этих людей должны немедленно снимать с государственного финансирования. это принципиально, с моей точки зрения, важная вещь. Вот. Тут мне тут пишут, в свое время заседания членов РСДРП тоже были за рубежом. Цель вашей встречи что-то большее, чем дискуссии. Значит, это, как я понимаю, политическая провокация. Не занимаемся ли мы заговором? Значит, весь фокус состоит в том, ну, я уж сейчас не буду там рассказывать разные смешные истории, что, как это, компетентные товарищи все знают. И у меня есть стопроцентная информация, что точно знают. Но проблема состоит в другом. Дело в том, что экспертная деятельность и научная, и деятельность политическая две принципиально разные вещи. я не занимаюсь политической деятельностью. Более того, скорее всего, заниматься ею никогда не буду. Просто потому, что это требует колоссального времени и колоссальных усилий. Я занимаюсь наукой. И по этой причине такого рода вопросы, а они есть, и более того, об этом регулярно пишут, есть не что иное, как провокация, что не есть хорошо. Именно по этой причине, кстати, в подавляющем большинстве случаев люди, которые такое пишут, скрываются за псевдонимами, поскольку от своего имя они говорить не хотят, поскольку понимают, что поступают нехорошо. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, а подскажите, вот недавно вышла статья Явлинского, он там две вещи пишет, что первые реформы 90-х были неправильные, потому что основаны на Вашингтонском консенсусе, то есть на плане МВФ неприменимом к постсоветской экономике. Второй момент очень интересный, что нынешняя модель глобальной мировой экономики зашла в тупик, потому что отвергает демократические институты, финансовые олигархи и политическая элита отказались от этой обратной связи и мы идем к новому масштабному экономическому кризису. Хорошо, вашу оценку возможно? Ну, значит, про вашингтонский консенсус никто не спрашивал, Гришу Явлинского вообще никого не спрашивал, а что касается всего остального, ну, понимаете, тут можно спорить, можно разговаривать, еще чего-то, понимаете, беда Григория Алексеевича Явлинского стоит в том, что он не хочет ни за что отвечать, поэтому, ну, да, он что-то там говорит, ну, успехов ему. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да, я слушаю. Здравствуйте, Михаил, это Алексей. Вы знаете, я недавно в прессе нашел цифру, что штаты содержат по всему миру около четырех тысяч военных баз. Скажите, пожалуйста, что это, паранойя или стремление к мировому господу? Бога ради. Значит, все же написано давным-давно. Существует военная доктрина, в рамках которой Соединенные Штаты Америки пытаются контролировать весь мир. Существуют Пентагон и его подрядчики, которые пытаются из бюджета получить как можно больше денег, даже если реально это не требуется. А существует объективное развитие экономики, которое приводит к тому, что этих денег не хватает и это нужно все завершать. Поэтому, ну, что мы будем это повторять? Это примерно то же самое, что вот в предыдущем вопросе фраза Явлинского о том, что эта модель больше не работает. Ну, хорошо, ну, не работает. Вот я написал книжку, что эта модель скоро перестанет работать в 2003 году. Тогда все говорили, что мы маньяки с Андреем Кубяковым, моим автором, что мы идиоты, что мы ничего не понимаем, что мы алармисты и т.д. и т.п. Вот сегодня мы видим, что ровно все те механизмы, которые мы описывали, иногда с точностью до деталей, например, мы там описали, что такое BRICS, да, вот с точки зрения экономической, откуда они взялись. Вот. А это все сейчас реализовалось. А то теперь все говорят, соответственно, о том, что эта модель закончилась без ссылок на. Ну, хорошо, ладно, у нас, собственно, не было целью стать главными гуру. Более того, мы довольно сильно продвинулись вперед. Когда я говорю о том, что российская экономическая наука обгоняет мир на 15 лет, я имею в виду в том числе и то, что мы описали сегодняшнее состояние дел в 2003 году. А сейчас-то мы уже описываем то, что будет дальше впереди. в этом смысле как раз все те семинары, которые у нас будут, что в Санкт-Петербурге 23 ноября, что на Тенерифе с 8 по 14 декабря, что все следующие, они как раз именно об этом, о том, что будет. Если вам неинтересно, что будет, ну, значит, неинтересно. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение следует...